Приветствую вас, друзья! Наверное, все уже видели данный плакат. Он достаточно давно появился, ну как давно, наверное, неделю назад в сети, даже чуть пораньше. И я могу сказать, что Call of Duty, наша нелюбимая колда, я думаю, многими, особенно последнего десятилетия с 2009 года. Да, наверное, с 2009. Вот. Возвращаясь к своим истокам. Вот. Вчера буквально суток еще не прошло по поводу данной новости. И сегодня, это вчера имелось в виду, в 20.00 состоится мировой анонс новой части Call of Duty World of War 2. По нашей информации, Activision уже рассказала про игру, избранную за журналистом на закрытом показе Лондона. Ну и тут бла-бла-бла, в общем, что появилось и так далее. Информации, на самом деле, немного. Вот сайт, как вы видите, 26 апреля, я думаю, мы увидим стрим и более подробно, то есть через 4 дня узнаем о проекте в целом. Нас ждет, я абсолютно уверен, какая-нибудь доработная графика, чего не хватало в предыдущих частях, да, где было все зрелищность. Вот я, например, лично рос на этой серии. Я по-другому не скажу, мне было там лет 13, наверное, или около того. Вот. И когда я первый раз сыграл в Call of Duty, я влюбился в эту серию после Вульф Эйнштайна, хотя проекты абсолютно разные, но после Вульфа я играл именно в Колду. А потом вышла вторая часть, и я ее проходил неоднократное число раз, и последняя часть, которая мне очень понравилась, это была Call of Duty World of War. Ну, наверное, играли 2009 года игрушка, очень тоже долго играл, но она, конечно, не так прям меня зацепила, как предыдущие две части, а не, по-моему, 2003-2004 года, я могу ошибаться. Ну, вот, но то, что Колда спустя 15 лет возвращается к своим истокам, ну, почти 15, да, наверное, все-таки Колда у нас была, ну, где-то 2004, наверное, все-таки год. Ну, вот, и я этим очень рад, потому что я действительно поклонник этого проекта, был до последней части. Ну, Modern Warfare тоже был неплохой, но потом пошла просто штамповка всевозможных непонятных частей, которые хаяли, а последняя часть, которая набрала вообще рекордное количество дислайков за всю историю Activision, это говорило о многом. Ну, я думаю, мы увидим опять всевозможную высадку в Нормандии, из чего, в общем, и начиналось, по-моему, не это, да, ну, да, высадка в Нормандии начиналась, если я не ошибаюсь, и вот, это их излюбленное тело. Может, мы увидим Тихоокеанский фронт, может быть, что-то другое, но я еще раз говорю, то, что игра вернулась спустя просто очень долгое время. За это время компаний масса рассыпалась, то есть, ну, Activision еще у нас держится и вообще входит в топ-5, если не ошибаюсь. Оно же сейчас Activision Blizzard, да, Blizzard, точнее. Ну, вот, и я могу сказать, что то, что они вернулись к истокам, это абсолютно верное решение. 26 апреля обязательно сделаю анонс по этому проекту после стрима, потому что мне этот проект интересен. Не знаю, как вам, но я еще раз говорю, я просто ярый поклонник был Колды в свое время, и считаю, что данный проект имеет место быть, и надеюсь, что он будет просто потрясающим. Там, действительно, там ничего не надо дорабатывать, там надо просто сделать первую или вторую часть на новую графику, на новую технику, на расширение карт, ухода, считаю, от линейности сюжета, несколько концовок, и все будет. Вот такое у меня мнение по поводу новой Колды, Call of Duty World of War 2. Спасибо, что смотрели. Пишите, что вы думаете по поводу этой игры. Ваше мнение мне важно, но я свое мнение высказал. Действительно, у меня по поводу этого проекта только положительные эмоции. Я считаю, что мы узнаем через 4 дня это может быть либо колоссальный провал, либо это возвращение к истокам, что и ждали от Колды. Всех благ.